Спаск Дальний приходит в себя после наводнения. Это один из самых пострадавших муниципалитетов края от тайфуна Ханун. Сейчас сюда едут на помощь в ликвидации последствий волонтеры и добровольцы из других городов. Вчера я развез 4 адреса уже после работы вечером. Помимо этого сегодня я еще добираю адреса как раз по этой улице и подробную отрабатываю. И дополнительно еще у нас по заявкам есть два адреса беру. Помощь пострадавшим жителям приходит со всех концов Приморья. И местные предприятия, это и люди сами приносят нам помощь гуманитарную. Здесь разные районы, города Приморского края. Все сплотились в одном порыве помочь людям в беде. Продукты, одежда, постельное белье, газовые плиты и баллоны – это основное, что сейчас берут люди. На сегодняшний день по питанию у нас, в общем-то, я могу сказать, что хорошая ситуация, у нас достаточно всего, всех продуктов. Такая необходимость постоянная, периодическая. То есть люди приносят постельное белье, подушки, раскладушки. Вот в этом острая необходимость все равно у нас есть периодически. То есть мы отдаем и она вновь возникает. Печки, газовые паллоны – есть. Но необходимость тоже. А вот с печками люди приходят и говорят, даже в магазинах не хотели бы сами купить. Дополнительно административные комиссии соседних муниципалитетов также прибыли в пострадавшие районы, чтобы как можно быстрее оценить ущерб в домовладениях. Первыми в Спасгдальне приехали коллеги из Арсеньева. Будут работать, пока не обойдут каждый двор. Проходят по улицам, заходит в дом граждан и заполняют заключение. В заключении смотрят, жизненная деятельность нарушена была во время ЧАЭС, то есть вода зашла в дом, не было возможности выхода из дома, электричество было нарушено. Затем второе заключение они заполняют по потере имущества, по частичной потере имущества. Мебель затоплена, затоплен диван, холодильник, печь. Это все ставится в заключение, гражданин ознакомливается заключением и потом это идет в обработку. Они фиксируют состояние жилых домов и имущество после спада воды. Внимательно учитывают все детали, ведь от этого зависит размер материальных выплат. Проконтролировал ход работ губернатор Приморья Олега Жемяка. Пострадавшим в Приморье обещают от 10 до 100 тысяч рублей. Введен режим ЧАЭС регионального уровня. Материальную помощь обещают и федеральные власти. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.